Всем привет! Сегодня я хотела снять для вас чайный влог и просто поговорить с вами о том, что произошло, что происходит, просто жизненный апдейт дать. И я болею. Я последний раз, мне кажется, болела в Америке, когда я училась в Америке, то есть почти год назад. У меня болит горло и у меня болит кожа. Самое ненавистное состояние. Не могу нормальные эмоции свои теперь показывать, но я хотела еще параллельно накраситься, потому что мне все же нужно выглядеть как человек сегодня. Давайте я расскажу вам про Новый год. Я ничего не снимала, вообще ничего. Многие спрашивали меня, буду ли я снимать влог в Нью-Йорке или что-то. Многие даже были уверены, что да, конечно, она что-нибудь доснимет. Я ничего не снимала, ну кроме тех видео, которые вышли, предыдущие два видео. Это единственное, что я сняла в Америке. А так я просто отдыхала. У меня многие мои друзья, знакомые, в частности Паша был первым человеком, когда меня встретил в аэропорте. Он спросил, ну какие были интересные истории, захватывающие. И у меня не было ни одной истории. Мне кажется, самое плюс-минус увлекательное, что со мной произошло, это как я... Я даже не знаю, как ты сказать. Не то, что я перескочила через ограду с полицейскими, но в новогоднюю ночь, так как я хотела быть максимально близко к Тайм-скуэр, оказалось то, что нужно покупать билеты на само шоу. И несмотря на то, что на сайте было написано, что это как бы бесплатное все, нет, на Тайм-скуэр не ходите на Тайм-скуэр в новогоднюю ночь. Все мои друзья и знакомые говорили мне, что это очень плохая идея быть в саму новогоднюю ночь на Тайм-скуэр. Но я думала, это же такая романтика, в фильмах так это все показывается. Главное при том, что я Тайм-скуэр в обычное дневное время, любой будний день или выходной я обхожу. Обхожу за две улицы, мне кажется, Тайм-скуэр никогда туда не захожу по желанию, но тем не менее думала, что новогодняя ночь это прекрасная идея там быть. Нет, там была гигантская толкучка, очень много людей. Как бы самое главное событие это когда опускается шар на, по-моему, да, пересечение 42-й и 7-й, шар в 6 часов вечера, по-моему, поднимается, и вот в 12 часов ночи он опускается. И все считают от 10 до 1, кричат с Новым годом, бум, целуются, что угодно. Полицейские тебя не пускали за ограды близко к этому месту, если у тебя не было, во-первых, билета на само, именно на Тайм-скуэр. Либо у тебя должна была быть какая-то бронь в ресторан или в бар, и в этом случае тебя полицейский лично провожал до конкретного бара. Вот, и полиция, разумеется, вылавливала тех, кто пытался пробежать, но и самое захватывающее, что со мной случилось, пожалуй, это как мне удалось все же пробежать. Получается, вот полицейская машина, вот тут стоят полицейские, и я за полицейской машиной пробежала быстро. Вот, и как ни в чем не бывало, пошла дальше пешком, но все равно очень близко я не смогла ни к чему подойти. Ну вот, по сути, все, что я делала, это отдыхала, я ходила каждый день в кино, я посмотрела La La Land, Пассажиры, Hidden Figures, Live by the Night, Джеки, это самый любимый фильм из того, что я посмотрела. Также я ходила на джаз, бегала, ходила на SoulCycle, если вы не знаете, SoulCycle это тренировки на велотренажерах, возможно, вы в фильмах могли это видеть. Например, Bridge Jones и ребенок, и, по сути, все, что вы делаете, это 45 минут. Я бы сказала, что интенсивные тренировки, потому что вы ни разу не останавливаетесь, вы всегда крутите педали, иногда быстрее, иногда медленнее, и выполняете разные упражнения параллельно. Я сдала сессию почти, у меня остался последний экзамен, где я просто прихожу, сдаю зачетку, получаю пятерку, там, благо, было только эссе. Более того, скажу вам по секрету, я даже не писала полностью эссе, я использовала 6 страниц эссе, которые у меня было написано в прошлом году, и я добавила еще 4 страницы. То есть я вроде как и писала, но сократила себе в прошлом году еще нервы на этот год. И, кстати, до того, как я даже поступила, до того, как я знала, куда вообще поступлю, так как все мои друзья меня старше, у всех была одна и та же история. Последние полгода последнего курса бакалавра никто не учится, никто не ходит особо в университет, может быть, раз в неделю, или там раз в месяц, в два месяца. Кстати, вот эти румяна, это, по-моему, спасение сейчас меня. Просто за секунду я уже не мертвой. Это Lady Blush от MAC, и я нанесла также под бровь. В общем, у всех моих друзей не было учебы, они просто писали диплом. Мало того, что у нас есть учеба, у нас учеба 4 раза в неделю, а это, мне кажется, больше, чем, в принципе, у меня когда-либо было в этом году. У меня сейчас вопрос будет к СПБГУ, 4 курсу. У вас тоже вдруг решили вам поставить историю России под конец вашего пребывания в бакалавре? Потому что у нас вдруг к 4 курсу, курс, который выпускается, решили обязательно поставить историю России, несмотря на то, что мы ее при поступлении сдавали. У нас какой-то абсолютно экспериментальный год, на нас, вот мы как подопытные мышки, на нас все пробуют. Вот, начиная со второго курса, на нас решили попробовать новый курс мышления и письма на английском языке. Как выяснилось, это был совершенно необязательный курс, тем более тем, у кого уже был B2 давно. На третьем курсе тоже что-то было, и вот сейчас на четвертом курсе нам решили историю России поставить, последние полгода. Но мне очень интересно, как у вас было или сейчас есть на четвертом курсе, учитесь ли вы, водите ли вы в университет, что вы вообще делаете. Но я... я умираю. Ну а так, я пока еще способна говорить. Наверное, два последних объявления. Первый по поводу конкурса с путешествием. На данный момент я выбираю между тремя финалистами, так скажем. Мне мама очень сильно помогла в этом конкурсе, она все-все-все комментарии смотрела, мне скидывала свои любимые. И очень сложно было искренность, что ли, распознать в комментариях. Но мы с мамой выбираем, и на тот момент, когда вы смотрите видео, под видео уже написано имя победителя, и я уже с ним связалась. И второе объявление, если вы помните, в конце декабря я участвовала в социальном проекте от PepsiCo «Ночни год с улыбки». И я вам говорила то, что трем счастливчикам я запишу поздравления на Новый год с какими-то напутствиями, пожеланиями. И они уже на сайте есть, и также я сказала, что я одно из них сюда вставлю. И конкретно это поздравление, которое вы сейчас увидите, оно было адресовано Насте из Владивостока, она увлекается походами, поэтому я надеюсь, что и ей это поздравление будет актуально и полезно. И также я очень хотела поделиться с вами, чтобы каждый из вас также его услышал. У меня есть для тебя одно маленькое, но очень важное пожелание, и, пожалуй, это самое главное пожелание, которое я давала в этом году. И это делать то, что ты хочешь, делать то, что ты считаешь нужным для своего собственного роста, для своей карьеры, для своей учебы, делать то, что тебе нравится. И я знаю, что это может звучать как абсолютное клише, но, как показывает опыт, клише всегда работает. И когда я поняла, что единственный человек, который может позволить меня обидеть, это я сама. И единственный человек, который может заставить меня в себе сомневаться, это тоже я. Что бы другие люди ни говорили, пока ты сам в себя не поверишь, никто в тебя не поверит. Кто бы что ни говорил, пускай все будут против тебя, пускай все будут сомневаться в тебе, пускай все будут говорить, что ты чего-то не сможешь. Но если ты будешь верить, что ты что-то можешь сделать, ты это сделаешь Поэтому верь в себя, работай, не ленись, мечтай И я уверена, что у тебя все получится Поэтому начни свой год с сознания того, что только ты хозяин своей жизни И только ты можешь себе говорить, что ты чего-то можешь или не можешь Ты чего-то достоин или ты чего-то недостоин Никто другой тебе не может этого сказать Начни свой год с плана, с цели и с мечты И иди к этой мечте до последнего И, конечно же, начни свой год с улыбки Потому что нет смысла делать что-то, если это не приносит тебе счастье, радость и улыбку Я уверена, что у тебя все получится в этом году Главное, ставь цель и иди к ней Никого не слушай И я желаю тебе прекрасного, продуктивного нового года Я очень надеюсь, что это поздравление и вам будет полезно и вдохновит вас на новое свершение Но так я закончила пить, я закончила краситься Я готова убегать Я желаю вам здоровья, серьезно, превыше всего Берегите себя, укутывайтесь, не стрессуйте Мне кажется, я сейчас по большей части стрессую, чтобы не стрессовать Поэтому давайте друг друга поддерживать и заботиться друг о друге И я надеюсь, что вам понравилось это видео И увидимся очень скоро Чирс! Субтитры сделал DimaTorzok